Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. После окончания пятого этапа конкурса «Любовь года» на первом месте находятся Никита Кузнецов и Дарина Маркина. Они набрали 40 с лишним процентов. На втором месте Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова, у них 37 процентов. Меньше всего голосов у Вальтера Соломенцева и Олеси Лисовской. Никита уверяет, что он любит Дарину. Она самая красивая, самая нежная, самая ласковая. «Мне очень повезло с ней», – пишет он. «Ребята планируют свадьбу на весну». В рамках конкурса на проекте объявили неделю без косметики для девушек. Самая натуральная и красивая участница получит приз в 100 тысяч рублей. В реальном времени Маша Кахно уже не переживает по поводу своей внешности. Она пишет, что отек после ринопластики у нее уже спадает, и она чувствует себя более уверенно. Захар Соленко считает, что Лере Фрост вообще нельзя пить. Если Лера не перестанет пить, то рано или поздно они расстанутся. Саша Задойнов помирился с Элиной Камерен. Он рассказывает, поговорили по душам и решили вопрос с элементами. Половину уже отдал и подарков привез. У ребят не осталось злости друг на друга. Алиана Устиненко и Саша Гобозов опять выясняют отношения. Недавно Алиана сказала, что Саша не дает ей разрешения выезжать с сыном на отдых за границу. А Саша написал в ответ, что Алиана прячет от него сына и даже не дает поговорить с ним по телефону. Это эгоистично и лицемерно не учитывать желание ребенка. «Знай, сынок, что я люблю тебя больше всего на свете», – пишет Гобозов. Недавно Алиана принимала участие в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле». И зрителей удивило, что она не знает возраст своего мужа. «Человек в 36 лет не меняется», – сказала она про Сашу. А Александру на самом деле 34. И непонятно, как можно было несколько раз выйти замуж за человека, даже не зная его возраста. Ольга Бузова путешествует по Америке. Там она встретилась с Викой Боня. Девушки были рады увидеть друг друга и обменялись комплиментами. Сергей Сичкар рассказал о своих планах. Он мечтает освободиться досрочно, переехать в Москву. У него будет свой бизнес, свой рыб-коллектив. У Феди Стрелковой и Кристины Лесковец сбылась большая мечта. Они наконец-то переезжают в новое жилье. «Спасибо этому дому», – пишет Кристина. «Пойдем к своему». Как вы помните, после развода с Сергеем Адоевцевым, Мария Круглыхина смогла устроить личную жизнь и вышла замуж. В сети появилась фотография Сергея, которую сделали очевидцы. Он выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. Очевидно, что он действительно злоупотребляет спиртным и даже не думает бороться с алкоголизмом. Таня Кирилюк делится радостью. «Я стала ведущей нового крутого проекта на российском телеканале. Меня ждут незабываемые путешествия. Сейчас девушка находится в Ярославле». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.